с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 24 августа и у родившихся в этот день 1845 год лев сергеевич голицын князь ученый винодел создатель винодельческих центров массандре и абрау дюрсо приходит в этот мир в 1878 он приобретает имение новый свет на черноморском побережье крыма превратив его в образцовое хозяйство по виноградарству собирает уникальную коллекцию вин славу князю принесло промышленное производство шампанских в россии шампанское вино голицына не раз было отмечено наградами на международных выставках в 1870 году родился владимир пуришкевич монархист по депутат 2 3 4 государственной думы помещик из бессарабии прославился если можно так сказать своими погромно антисемитскими речами в госдуме 1934 год станислав шаталин рождается академик русский экономист руководитель программы реформ 500 дней 1948 год родился жан-мишель жар французский композитор и мультиинструменталист организатор лазерных компьютерных шоу питомец парижской консерватории который тяготел к сонатной форме арт-рока события дня 79 год во второй половине дня произошло извержение вулкана везуви примерно в 10 километрах от неаполя в результате чего города помпеи и геркуланум оказались погребенными под многометровым слоем пепла пемзы и грязи от удушающего действия вулканических газов погибают почти все 20 тысяч жителей помпеи и лишь спустя 16 с половиной столетий в середине 18 века начинаются раскопки исчезнувших городов 410 год везд год и под предводительством короля алариха занимают рим варвары становятся вторыми в истории покорителями вечного города впервые это произошло почти за 800 лет до описываемых событий христианская вера пошатнулась язычники во всем обвиняют христиан утверждая что город пал вследствие отступничества от старых богов 1814 год британские войска захватив вашингтон подожгли официальную резиденцию американских президентов а также недостроенной капитолий и другие правительственные здания президентская резиденция была восстановлена только через три года и чтобы скрыть следы пожара здание выкрасили в белый в белый цвет после чего она и стала называться белым домом в 1853 году джордж кран темнокожий шеф-повар ресторана при отеле в городке саратога спринск штат нью-йорк впервые приготовил картофельные чипсы все очень любопытно какой-то посетитель говорят что это был железнодорожный магнат корнелиус вандербильд отказался от поданного ему жареного картофеля заявив что брусочки нарезаны слишком толсто и тогда кран настриг картофель ломтиками бумажной толщины и обильно присыпав солью обжарил их до хруста но хотел досадить к удивлению повара клиент пришел восторг от нового блюда которая вскоре завоевала популярность и под названием саратогских чешуек стала фирменным заведение удачливого повара 1904 год в россии отменяется телесные наказания годом ранее отменили наказание для каторжных и сынных в россии 11 августа 1904 отменены телесные наказания для крестьян и малолетних ремесленников в этот день в 1904 в россии официально отменены все виды телесных наказаний правда розги остались и держались в исправительных арестантских отделениях и военных тюрьмах аж до революции 17 года 1907 год совершен первый в мире успешный полет вертолета во французском городе дюай инженер волюмар впервые поднимается воздух на винтокрылом летательном аппарате жироплан номер один конструкции луи бреге целую минуту аппарат висит на высоте 60 сантиметров корпус аппарата представляет собой крестообразную конструкцию из металлических труб летчик мог только управлять двигателем 1949 год фактически создается нато в марте прошлого года был заключен брюссельский пакт между бельгией великобританией люксембургом нидерландами и францией который позднее лег в основу западноевропейского союза ну а параллельно велись как это часто бывает секретные переговоры между сша канады и великобритании о создании союза договор фактически создавал систему коллективной безопасности все стороны обязывались коллективно защищать любого участника договора на которого будет совершено нападение соглашение между странами окончательно вступила в силу в этот день сорок девятом году после его ратификации 1988 год хоккеист клуба minnesota north stars дина сессорелли стал первым игроком нхл который угодил в тюрьму за нарушение правил на ледовой площадке за то что он дважды ударил клюшкой по голове соперника из торонского клуба дина был оштрафован блюстителями порядка на тысячу долларов и суточному тюремному заключению правда через два часа его все-таки выпустили но прецедент 1990 год в нью-йорке не дожив 10 дней до своих 49 лет от сердечного приступа умирает писатель сергей далатов его произведением присущий прозрачный слог который создает иллюзию простоты текста при его невообразимой многомерности и глубине 1991 михаил горбачев слагает себя полномочия генерального секретаря цк кпсс и заявляет что сложившейся обстановке цк кпсс должен самораспуститься проходят похороны погибших во время путча комаря усова и кричевского тем временем украина объявляет о своей независимости верховный совет республики принимает акт провозглашения независимости украины цитата исходя из смертельной опасности нависшей было над украиной связи с государственным переворотом в ссср 19 августа 1991 года провозглашена независимость украины как самостоятельного украинского государства 2006 год в плутон перестал считаться планеты солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет чтобы быть большой планеты объект должен 1 обращаться по орбите вокруг солнца он должен быть достаточно массивным чтобы свои силы гравитации обеспечить себе сферическую форму 3 он не должен быть спутником другого объекта плутон сам имеет пять спутников и вообще первые три правила плутон выполняет четко а вот это четвертое он должен сумеет расчистить пространство вокруг своей орбиты от других объектов плутон нарушает оказывается в космосе много объектов с аналогичными размерами и массой которые движутся по примерно такой же орбите и до тех пор пока плутон не столкнется с ними и не приберет их массу к своим рукам он к сожалению будет оставаться карликовой планетой но еще об одном событии подробно 1938 год устойчивым становится новый термин мыльная опера именно в этот день обозреватель американской газеты christian century написал о вошедших в сша в моду в конце тридцатых годов радио телесериалах в жанре семейной мелодрамы эти 15-минутной трагедии я называю мыльной оперой потому что без помощи мыла я бы не пролил ни одной слезы над ее персонажами дело в том что первые мыльные оперы транслировались по радио появились они в америке в 1932 году многосерийные радиоспектакли собирали у приемников огромную аудиторию и были очень удобной площадкой для рекламы разных товаров ну а спонсировали этот супер успешный проект почему-то производители мыло и других моющих средств телевизионные же версии с еще более навязчивой рекламы именно мыло появились в 1947 году так что мыльная опера имеет к мылу самое непосредственное отношение чисто сериальное кино с вами был николай пивненко в проекте дата